Вот такой вот гречневый супчик я уже сварила на завтрашний обед, завтра на работу. Поэтому стал вопрос, что же приготовить на второе, чтобы прибежать и быстро вкусно и покушать. И решила сделать очень вкусное блюдо. Продуктов тут у меня буквально на две порции. Это ленивые голубцы в мультиварке. Так что приступим к готовке. Для приготовления нам понадобится небольшой качанчик капусты, кусочек мяса, все остатки, что были, уже съели, луковица. Вот тут я уже стаканчик риса. Можно риса меньше. Кто не любит, я люблю риса больше, чем мясо, поэтому я поставила стакан. И поставлю вариться до почти готовности. Так, дальше кетчуп, сметанка, подсолнечное масло. Начинаем приготовление с того, что шинкуем меленько капусту и крутим мясо на мясорубке вместе с луковицей. Так, капусту мы нашинковали. Хорошо смяли её вот так пальчиками вместе с солью, чтобы она была мягенькая и дала сок. Рис у нас почти уже готов. И старым дедовским способом сейчас будем крутить мясо. Ну вот, значит, добавили мы в рис уже, добавили перекрученный фарш вместе с луком в нашу капусту и будем размешивать. Добавили в свои любимые приправы. Я добавила универсальную и перчик. И это всё хорошо перемешиваем очень тщательно. Так, добавили в наш казанок мультиварки немного подсолнечного масла и ставим нашу мультиварку на функцию выпечка. И сейчас нашу вот эту вкусную смесь мы будем выкладывать. Некоторые делают котлетами, именно ленивые колобцы. Я люблю как в кашкой поесть. Очень даже вкусно. Вот, очень всё легко. Самое трудное в этом рецепте, это потом помыть всю эту посуду после приготовления. Итак, значит, выкладываем в наш казанок нашу вкусную кашку. Вот, я переложила. Добавила, значит, 4 столовых ложки кетчупа и 3 столовых ложки сметанки. Сейчас я это залью двумя стаканами кипяченой водички. И тоже ещё раз тщательно перемешаю. Если будет маловато соли, это мы уже попозже будем пробовать. Когда уже будет полуготовлено. Так, и вот. Оно так не особо эстетично выглядит, но получается очень вкусно. Ну вот. И накрываем крышечкой. Ну и туда ещё минут через 20 заглянем. Время приготовления будем контролировать. Конечно, по готовности. Я всё-таки иногда перемешиваю. Каждые где-то 10 минут. Хотя этого можно и не делать. Но я вот так, пристраховываюсь. Аромат на еду очень вкусно. У нас ещё много времени для готовки. И, наверное, оно будет готовиться все 45 минут. Так. Около получаса. Оно готовится, не больше. Так что обратите внимание. Сейчас я закрою. Поставлю на функцию подогрев. Где-то на минут 10, чтобы оно пришло в себя. И всё. Можно перелаживать в другую кастрюльку. И гарнир у нас на завтра вкусный готов. Ну, конечно, я ещё раз повторяю, что оно по вкусу копия голубцов. В желудке глаз нет. На вид не очень эстетично. Я не знаю, любят ли мужчины такое блюдо. Мой муж ест с удовольствием. Я сверху ложу немножко сметанки. И идёт за милую душу. Но я считаю, что такое блюдо больше девчачье. Я делаю и с куриным филе, и со свининой. Так что экспериментировать можно как только душе угодно. Так что пробуйте. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита!